А вот, дорогие друзья, у нас посадка, которую я в прошлом году раньше постоянно практиковала, что я сажала их летом, когда собирала семена. Они прорастали, были семенцы, и мы высаживали их в начале октября, в конце сентября. Ну, я хочу отойти от этой практики, почему, потому что... Семенами сажала? Да, семена сажала, ветви, они, конечно, покрупнее, но по факту я поняла, что, по опыту, что они к осени одинаковые. Те, которые весной высаживают, которые осенью, они догоняют. И здесь очень большая потеря сентября, потому что зимой непредсказуемо, то собаки здесь бегают, роют, то кошки тут толят, устраивают, и у меня часть сентября уже готовых теряется. И самообидно, когда я теряю сентября от очень хороших сортов. У меня был сорт, не было, но есть 806-й, сорт Хансена, с такими большими лепестками, на лепестках по краю, такая зубастая, зубастая, такая матличная. Он так плохо дает семена, с таким трудом, и очень он такой медлительный. И у меня, как назло, вот же закон подлости, часть, не часть, а все сентября прошлого года, там было еще три штуки. Все вырыли собаки. Так что в этом году у меня сейчас зашло от этого сорта 11 штук рассады, и я надеюсь, что в этом году я уже постараюсь и сохраню. Буду как можно больше проявлять бдительности. А здесь у нас, если можно показать, это у нас вот... Значит, твой совет, давайте чуть вернемся. Твой совет, сажайте в горсочки в доме и... Весной, да, весной. Вот я 15 марта сажаю, потом после 1 мая высаживаю в землю, и тогда у нас получается выход намного легче их сохранить, присмотреть за ними. Зимой нету, зимой такого вот опасности. Ну а здесь у нас вот были, в прошлом году росли все энцепионов, я их выкопала, а теперь повсходили семена, которые долго думали и взошли только на второй год. Вот это самое большое такое количество. Получается, они год лежали, да? Да, они год пролежали, одни взошли, одна серия, а потом вторая серия решила. Но семян было так много, что, наверное, это было мудрое решение. Так как теперь, тогда было густо, их они взошли, и теперь, посмотри, как густо. А если бы они сразу взошли, им бы не хватило, наверно, место. Ну, потому-то, наверное, они пересидели. Пересидели, да, до сих пор сходят. Вон еще, вон там сходят иногда небольшие. Так что вот такая вот история. Все, сидим, теперь ждем. Все, теперь у нас время. А вот давайте уже на концовочку сзади стоим. Что-то у нас растет. Это у нас тут инжир. Я смотрю, в этом году зима была теплая, и он пережил зиму. Так он уже не замерз. Да, вот видишь, вот уже, вот уже зелененькая почечка. А вот тут виднее, смотри. Видишь, уже почечки. Сегодня у нас 10 апреля, вот он уже пошел почечки. Ну, он у нас кормит тут всех инжиром. Если вот в этом году я решила его не закрывать. Сказали, будет розовая зима, и нас не обманули. Так что я смотрю, все хорошо. И он нас завалит инжиром. Куда девать будем? Ну, они не всегда успевают вызревать. Часть процентов 30 успевает вызревать, а процентов 70 подпадает под мороз осенний. Ну, ничего, хватает. Хватает, да, то, что хватает всем понемножку. Объедаться не объедаемся, но баловаться балуемся. А это у нас тут, как только у нас летом из-за инжира, очень большая тень, то я решила тут посадить те тюльпаны, которые были по всему огороду. Я раньше пыталась... Не пыталась... Это обычные тюльпаны, да? Да, я увлекалась раньше тюльпанами. И вот такие вот тюльпаны, видишь, вот как Абу-Хасан, вот это вот старый сорт, вот здесь вот. Потом вот Элигабал тоже тюльпан. Поздние. Это поздние сорта. Ранние уже отцвели. Это я тут уберу сейчас. Я повырывала тут лук. Вот. И это вот такие интересные сорта. Вот этот сорт интересный. Он открывается сначала, вот эти три открываются лепесточка, а когда солнце выходит, то открываются вот эти. И до конца не открывается, он так вот и стоит. Очень красивый, интересный сорт, мне нравится. Он поздний. Сейчас такие сорта уже не продают. Видишь, он стоит? Вот эти отогнулись, а этот стоит таким столбиком. Абу-Хасан интереснее то, что он коричневатый оттенок и такая светлая кайма по краю. Всегда аккуратненький. До конца не открывается. Держит рюмочку. Хороший. Можно показать, если хочешь, что сеянцы. Вот это вот то, что мы с таким трепетом, нетерпением ждем. Это сеянцы пионов. Из них я посчитала, это трехлетки. Из них зацветут процентов, наверное, 5 в этом году. Я ожидала больше, честно сказать. Ну и те 5 процентов мы с Юрием Борисовичем покажем. Что-то немножко. Вот, видишь, вот, вот, вот. Ну и насчитала 12. 12. Вот, 52 штуки здесь было посажено. 10, 10, 16. Вот, и, короче говоря, есть кое-где. Вот бутончик, вот бутончик, вот бутончик, вот. Ну, что из них зацветет и что будет, что бывает иногда бутончики есть, а до цветка не дотягивает. Ну, будем надеяться. Вот у нас там есть что показать, это у нас четырехлетки. Те почти зацветут практически все. Так что будем радоваться и вас радовать, показывать. Ну, мы соединим и говорим, что было. И что получилось, да. Ну, все, друзья. На этом мы не встречаемся. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok